Деметеврель 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 Здесь действительно более такие кавказские чернявые, есть более светлые, а есть и девушки, тоже голубоглазые и со светлыми волосами. А также и хлопцы, которые тоже совершенно разные, и темноволосые, и светловолосые. Вот здесь сегодня в парке гуляют самые разные молодежь, и взрослые, и даже подростки такими командами, компаниями. И взрослые такие дяди гуляют, 17-летние, можно сказать, взрослые. Причем очень заметно, что здесь тоже много беженцев, особенно из Сирии, потому что здесь иногда бывают люди, которые, они замотаны такими шарфиками, женщины и девушки. А вот здесь обычные, как говорят, граждане Турецкой республики, обычные турецкие женщины и девушки, они по-разному одеваются. Вот они не в таких мотанках, они часто открыты и в обычной одежде маечку в летних. А вот обычные беженцы, это вот из арабских стран, так, в темных таких одеждах, и с закрытым лицом, иногда совсем даже с закрытым лицом. Здесь вот есть такие лавочки, есть такие беседочки, народ в них в этих беседочках сидит и отдыхает, и попу-колу пьет, и разные напитки. Покуривает иногда, но спиртные напитки здесь нельзя пить, и народ этим не балуется, здесь нету пива нигде. Народ только щелкает семечки, вот это основное развлечение. Иногда так чуть-чуть покурить, даже такие старые бабушки таким балуются, и семечки поклевать. А вот сейчас, вот и тут пришла семья, которая снимала друг друга на штативчике, просто на телепон. Но это так как-то не очень часто встречается, но все равно народ со штативчиками где-то в парках или на различных таких макийских местах встречается. Около, в центре бывает такое. А вот сейчас хочу показать кусочек там, где детишки плавают и купаются. Сейчас мы ее развернусь в ту сторону, расскажу про них. Да, вот эта вот команда, которая туда залезла, залезла вода. Эта камера, правда, не очень сильно приближает, она отдаляет. Вот они как раз залезли, эти ребята 10-летние. В фонтанчик, и себе там лазают и купаются. Что-то, наверное, очень жаркое. Когда я здесь тапочек им пригребал, так оказалось, что водичка не очень холодная, не ледяная. Так что они там не замерзнуты окончательно. Им, наверное, понравилось. Тут на мопедике, на таком, точнее говоря, на мотороллере часто проезжает полиция, которая охраняет этот парк и внимательно за всем смотрит. Поэтому, если кто-то вдруг немножко разбушевался на какой-то праздник, его так сразу быстренько отсюда прогоняют. А вот ребята, наверное, даже заметили, что мы их на камеру фотографируем. Они так весело-весело решили попрыгать и себя показать. Здесь даже однажды мы заметили, полицейский нес ребенка такого где-то двух, ну, трехлетнего. На плече мы сначала пошутили, наверное, он с ним гуляет. Оказалось, ничего подобного. Ребенок потерялся. И пришлось его этому полицейскому ходить и по рации рассказывать, что он ребенок, потому что ребенок потом бежал и немножко плакал. Так что тут порядком все хорошо. Здесь есть большое кафе, которое светится красивыми такими огоньками, как новогодними. И дым там идет, там кальяны стоят. Ну, и кальяны. И что-то жарится сейчас. Удивительно, что-то там дым пошел отжаровывание. Но туда мы не подходим, потому что там обычно музыку включают национальную. И там получается очень шумно. Вот такой кусочек сегодняшнего парка 23 июля 2016 года. Привет из Анкары. Смотрите наш канал. Я здесь рассказываю о жизни в Турецкой республике и о стрекозах, которые летают сейчас над этим парком. И смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Я сам такой сюжет посмотрел. Мне было бы любопытно, какая там жизнь в Анкаре. Далеко где-то за горами, за морями, за Черным морем. Так что следите за каналом и увидите интересные истории. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok